Всем привет! Меня зовут Алексей Архипенко. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте Composer Tools, который позволяет озвучивать и анализировать музыку. Конкретно сегодня мы поговорим про озвучивание. Если вы композитор или только учитесь для того, чтобы стать композитором, и вы написали какую-то музыку, то, конечно, вам хочется, чтобы она была исполнена настоящими живыми музыкантами. Но, к сожалению, не всегда это возможно. И главное, что до такого реального исполнения может пройти достаточно много времени. А вам, может, необходимо быть прослушать произведение сейчас или дать его послушать кому-то еще. В таких случаях приходится прибегать либо к встроенным возможностям нотных редакторов, которые достаточно ограничены и дают звук не очень реалистичный, либо к использованию профессиональных виртуальных инструментов, которые достаточно сложны в изучении и требуют большого времени для того, чтобы, собственно, с помощью них создать звук. Поэтому либо вам придется их все поставить на свой компьютер, изучить, научиться ими пользоваться, либо заказать за деньги, собственно говоря, вот это вот озвучивание. Поэтому и был создан проект Composer Tools. Собственно говоря, это сайт, на который вы можете загрузить вашу музыку в формате MIDI. И после нескольких достаточно простых манипуляций сам сайт преобразует вашу музыку в звук с использованием самых профессиональных виртуальных оркестровых инструментов. Давайте посмотрим, как это работает. Вот сайт Composer Tools. Сначала вам необходимо зарегистрироваться или войти. И затем, собственно, вы можете загрузить файл MIDI, который вы выгрузили из какого-то нотного редактора. Давайте загрузим файл. Видно, что Composer Tools сразу определил, откуда этот файл был взят, из какого нотного редактора. Если это неправильно, вы можете поправить. И, собственно говоря, определил все инструменты, которые здесь используются с выводом всякой дополнительной информации. Также можно посмотреть каждый инструмент, как он выглядит, какие ноты в нем используются, прочитать информацию дополнительно по каждой ноте, если это требуется. После этого каждый инструмент можно дополнительно настроить. Здесь есть куча разных параметров. Эти параметры описаны. И после этого, когда вы выбрали необходимое пространство, то есть, по сути, большой, маленький зал, как вам нужен, и, может быть, какие-то дополнительные опции выбрали, после этого нужно нажать Start. Пока наш трек обрабатывается, здесь видно, что какое-то время это займет. Я хочу показать, что можно выбрать любой инструмент для каждой дорожки. Ну, собственно, инструменты разбиты на группы, и здесь, в принципе, все оркестровые инструменты представлены. Также для некоторых инструментов можно выбирать дополнительные артикуляции, но если у вас артикуляции уже вбиты в партитуре, то чаще всего они автоматически будут импортированы. В разделе документов можно прочитать по вашему конкретному нотному редактору, какие артикуляции импортируются автоматически, а по каким артикуляциям есть какие-то определенные особенности, которые необходимо учесть для того, чтобы звучание было наиболее близким к реалистичному. В данном случае я не меняю никакие настройки, потому что настройки по умолчанию достаточны для того, чтобы файл обработался хорошо. После того, как файл обработался, по сути, обработка заключается в том, что файл загружается в рабочую станцию цифровую, и каждая нота смещается в необходимое место, рисуется continuous control и так далее. То есть все эти вещи, которые делает обычный звуковой инженер вручную, можно нажать на эту кнопку и увидеть уже результат, и, собственно, можно его прослушать. Таким образом, буквально за несколько минут вы можете получить файл, озвученный лучшими профессиональными виртуальными инструментами. Если вы смотрели мой курс «Виртуальный оркестр», то большая часть подходов, о которых я рассказываю, она, в принципе, здесь автоматизирована, и компьютер делает все это собственными силами, без использования ручных методов. Также вы можете посмотреть вообще громкость каждого инструмента в каждый момент времени, то есть дорожку каждую. И, допустим, если какие-то дорожки слишком громкие, затем уже это увидеть и подправить в настройках самого исходного файла. Это можно сделать. Это одна из настроек. То есть громкость, динамика, все это можно контролировать. Также, если вы, собственно, сам звуковой инженер, вы можете скачать промежуточные результаты в виде MIDI и загрузить себе в рабочую станцию, если у вас есть такие же виртуальные инструменты, которые используются в Composer Tools, и затем доработать их для того, чтобы получить еще лучший звук. Таким образом, звуковой инженер получает возможность не выполнять рутинную работу, а уже, собственно, перейти к работе, когда все самые простые необходимые действия это настройка легата, настройка кис-свечей, настройка continuous control уже автоматически сделано, уже все распределено по правильным инструментам и загружено в рабочую станцию, преобразовано. В разделе документации вы можете увидеть раздел инструментов, где описаны все инструменты. Сейчас поддерживается большинство оркестровых инструментов, а также некоторые джазовые. В будущем, если сервис будет популярен, то, возможно, будем добавлять еще инструменты. Кроме, собственно, озвучивания произведений, Composer Tools также умеет анализировать музыку. Конкретно сейчас это реализовано на двуголосном контрапункте. Производится гармонический анализ, также ищутся ошибки в упражнениях по контрапункту. Но это тема отдельного видео, поэтому я расскажу об этом позже. Всем спасибо. Надеюсь, что вам будет данный инструмент полезен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!